Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа Екатеринодарской и Кубанской епархии «Отчий дом». За последние две недели у нас накопилось несколько интересных сюжетов. Начнем с печального события. 26 сентября на Кубани произошла авария, в которой пострадали и погибли паломники из Нижнего Новгорода. По этому поводу в Краснодар срочно прибыла большая делегация из Нижегородской епархии во главе с правящим архиереем. 29 сентября в Краснодарском кафедральном соборе святой великомученицы Екатерины митрополит Нижегородский и Арзамаский Георгий совершил литургию в сослужении духовенства Кубанской и Нижегородской епархии. На Кубань прибыла большая делегация родственников-паломников, погибших и пострадавших в аварии под горячим ключом 26 сентября. Вместе с родственниками Кубань посетила большая делегация духовенства Нижегородской епархии в составе 14 человек во главе с митрополитом Георгием. И по сети виноградки, и утвердите, Его же насадим, и сниться Твоя. За богослужением молился и глава Кубанской митрополии Владыка Исидор. По завершении литургии митрополит Екатерины Дарский и Кубанский Исидор и митрополит Нижегородский и Арзамаский Георгий с сонным духовенством совершили заупокойное богослужение по погибшим в ДТП 26 сентября. По окончании богослужений высокопреосвященные митрополиты обратились к молящимся и к родственникам пострадавших со словами утешения и преподали всем архипастерские благословения. В этот же день Владыка Георгий посетил Краснодарскую краевую больницу номер один. Здесь проходит лечение пострадавшей в аварии Нижегородцы. На начало октября здесь находились на лечении 12 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Митрополит Георгий посетил все палаты с нижегородцами. Каждого утешил, благословил, одарил небольшими подарками. В Краснодаре состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. В его работе принял участие и сам председатель Совета Александр Беглов. Казачество на Кубани развивается и крепнет. Кубанское казачье войско сегодня насчитывает до 45 тысяч человек. Казаки надежно зарекомендовали себя и как стражи государства. В крае закрепился уникальный опыт сотрудничества казачества и полиции, что выражается в патрулировании улиц, в охране кубанских школ и детских садов. В начале октября в Краснодар съехались представители казачьих обществ со всей России. Первый всероссийский форум войсковых казачьих обществ в Российской Федерации начался с молебна в войсковом Александроневском соборе Краснодара. Службу возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Несколько сотен казаков молились на службе об успешном проведении первого такого масштабного мероприятия за все время возрождения кубанского казачества. Митрополит Кирилл благословил работу форума. Пленарное заседание форума стартовало в зале Краснодарской краевой филармонии имени Пономаренко. Сегодня в России насчитывается 11 реестровых казачьих обществ. В зале находились представители и атаманы каждого такого общества, зарегистрированного в государственном реестре. Присутствовали члены недавно учрежденного на Кубани Союза казачьей молодежи. Сегодня в России реализуется программа развития политики в отношении казачества. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что всех сидящих в зале объединяет любовь к своей земле. И самое главное, мы все хотим, чтобы после нас наши дети и последующие поколения тоже жили на этой земле и говорили на понятном нам языке. Сегодня мы на Кубани, власть и казачество, делаем для этого все. Сегодня первое, что мы начали делать, конечно, превращать казачество из парадного в реальную силу. На Кубани, которая может влиять на жизнь, на общественные явления, в том числе и на политические события, которые происходят в нашем регионе. Однако патриотический дух, который исконний был свойственен казачеству в целом и кубанскому в частности, немыслим без родной православной веры. Еще 225 лет назад, после высадки на Таманском полуострове, запорожские казаки, наспех вырыв землянки для жилья своих семей, сразу же принялись за строительство церкви. И всегда казаки шли в бой за веру царя и Отечества, пока в 20 веке их не начали истреблять во имя нового, уже безбожного Отечества. Не стоя на понятные жертвы, именно русская православная церковь и казачество спустя десятилетия и возродились. Как и в старые времена, святая православная вера является неотъемлемой частью нашей жизни, объединяя всех нас. И это главные условия для сохранения духовно-нравственных традиций, укрепления и процветания общего дома российского государства. Митрополит Кирилл подарил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву икону Божьей Матери Казанская, чтобы она охраняла кубанскую землю. Так сложилось, что русские земли словно каркасом поддерживались казачьими войсками. Приграничная жизнь – это настоящее подвижничество, отметил в своем обращении к казачьим обществам митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Здесь мало растить хлеб и воспитывать детей. Здесь нужно каждодневно быть готовым защитить родину, отечество, семью и веру. И это готовность защищать главные черта казаков, которые по-настоящему роднят их, где бы они ни жили. Безбожные власти хотели уничтожить именно духовный стержень казачества, с одной стороны, а с другой – лишить церковь хрестолюбимого воинства. И когда гонения отступили, казачье возрождение последовало за час за возрождением церковной жизни. Владыка также подчеркнул, что там, где казачество с первых шагов стало возрождаться под церковным амафором, там на сегодняшний день выросло мощное казачье войско. И только такое войско может стать настоящей опорой и государству, и своему народу. В рамках первого всероссийского казачьего форума проходило много мероприятий. В штабе Кубанского казачьего войска состоялся Совет атаманов войсковых казачьих обществ. Также проходили круглые столы по вопросам патриотического воспитания казачьей молодежи, развития казачьей культуры, взаимодействия казачьих обществ с Русской Православной Церковью. Участники форума посетили Краснодарский музей Фелицина, где размещена выставка регалий и реликвии кубанского казачьего войска. Гиды музея провели экскурсию для гостей города. В качестве культурной программы было организовано выступление с символическим названием «Час славы Кубани». У памятника основательницы Екатеринодара, императрицы Екатерины II, под звуки старинных казачьих и военных маршей, в течение получаса наблюдали гости, развод и джигитовку почетного караула. В предгорьях Северского района состоялся очередной пятый молодежный форум «Моя вера православная». Надо сказать, что он является крупнейшим молодежным православным форумом на юге России. База отдыха «Дубраво» в живописном уголке Убинского района Краснодарского края традиционно принимала в сентябрьские дни молодежную смену православного молодежного форума «Моя вера православная». В этом году форум отметил самый первый юбилей. Он проводится пятый раз. Программа форума, как обычно, включала в себя образовательные площадки, встречи с духовенством и со многими интересными людьми – блогерами, журналистами, преподавателями, историками. А вот состав аудитории в пятом молодежном форуме несколько изменился. Участниками встреч стали не только православные ребята из православных молодежных организаций и студенты кубанских вузов, но к ним присоединились и молодые семьи, и казачество. Всего 80 человек собрала в этом году площадка православного форума. Основным направлением совместной работы пятого форума являются молодежные православные клубы по месту жительства. То есть мы пытаемся на каждом районе, в каждом благочине города Краснодара организовать молодежную православную организацию. Близкая к светским молодежным организациям, близким к тем местам, где молодежь проводит свое время. То есть в каждом практически внутригородском округе будет православная молодежная организация. Форум «Моя вера православная» проводится по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидора, молодежным отделом Екатеринодарской епархии и Управлением по делам молодежи Администрации Краснодара. Программа форума была разбита на три дня. Все интересные встречи, беседы и лекции проходили в здании местного лектория. Помимо духовных вопросов, много внимания на нынешнем форуме было уделено проблемам семьи. Эта тема поднималась и священнослужителями, и, как оказалось, не оставила слушателей равнодушными. Поднимаются очень важные вопросы, касающиеся семьи, а семья – это основа для государства. И в современных реалиях, когда у нас идет такой мощнейший натиск разрушения института семьи, вот эти беседы, просветление – это очень важно для молодежи, молодого поколения, которое отрывается от этого всего. Некоторые ребята приезжают в Дубраву на православную смену уже не первый раз, а значит, смена им интересна. В следующем году организаторы намерены пересмотреть формы его проведения, чтобы он был насыщеннее встречами, мероприятиями, и чтобы молодым людям можно было вынести больше доброго и полезного. И еще несколько сюжетов вы увидите в нашем традиционном видеообзоре. А я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Храм преподобного Сергия Радонежского находится при управлении Министерства внутренних дел Краснодара. В день памяти представления преподобного Сергия в престольный праздник Божественную Литургию здесь возглавил митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Его высокопреосвященство сослужило духовенство городских приходов. Уже семь лет настоятелем храма является протеерей Богдан Черных. За время его настоятельства были совершены строительные и отделочные работы, и храм приобрел сегодняшний благолепный вид. За архитектурную основу Сергеевской церкви был взят проект храма великомученика Дмитрия Солунского во Владимире, который является шедевром архитектуры XII века. Службы в приходе совершаются шесть лет. С 2011 года в нижнем пределе в честь иконы Божьей Матери Порт-Артурская и вот уже два года действует верхний сергиевский предел. Несмотря на совсем молодой для храма возраст, приход достаточно известен. Вот и в этот праздник храм был полон верующих, почитающих преподобного Сергия. И в самом деле, сколько бы веков ни разделяло нас с этим удивительным подвижником, он все так же близок к нам, и в этом легко может убедиться каждый, кто обратится к нему с молитвой. Это образец христианской и монашеской жизни. Ради Христа, ради спасения, ради молитвы он удалился в дебри русских лесов, совсем не помышляя о создании монастыря и тем более лавры, которая явилась уже как итог святой подвижнической жизни преподобного. После литургии молитву продолжили на открытом воздухе, совершив крестный ход вокруг храма. История проведения таких торжественных молитвенных шествий или крестных ходов вокруг храма в престольный праздник уходит корнями в старину. Сегодня они настолько прочно вошли в чинопоследование православного богослужения, что теперь любое значимое церковное торжество без них уже просто немыслимо. По окончании богослужения Владыка Исидор поздравил всех с днем памяти преподобного Сергия и с престольным праздником храма. Также его высокопреосвященство поздравил всех, кто носит имя Сергий. В их числе оказался и протодиакон Владыки. Дорогой архипастер и отец наш Владыка Исидор, сегодня вы нашему храму имениннику подарили особенную радость молитвенную тем, что прибыли и совершили божественную службу. Настоятель Свято-Сергиевского храма протеерей Богдан поблагодарил владыку митрополита за оказанную милость и честь возглавить праздничную литургию. Осенним вечером в зале церковных собраний Краснодарского войскового собора Александра Невского состоялась встреча молодежи и вообще верующих горожан с известным московским священником и проповедником протеереем Артемием Владимировым. Встреча организована отделом по работе с молодежью Екатеринодарской и Кубанской епархии. Протеерей Дмитрий Руднев, руководитель отдела, выступил с инициативой этой воскресной встречи. Отец Артемий Владимиров не только православный священнослужитель и проповедник, он еще и писатель и педагог, духовник Алексеевского Ставропегиального женского монастыря. Его велеречивый и витиеватый стиль беседы сразу увлек аудиторию. «Разговор в форме белого стиха, естественно, пошел о вере, о любви, о духовной жизни, но большей частью о педагогике, о том, как это было в дореволюционной России, о духовной составляющей сегодняшней педагогики и о многом другом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова